Доброе утро! Хочу поговорить с вами о таких вещах, как история, трамировая война, борьба с фашизмом, фашизмом и судьба человека. Но также про такую географическую точку в Брестской крепости. Да, 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 та самая крепость героев, куда очень любят ездить байкеры с косметичками. Итак, сидите на 90-х годов, в деревеньке лесная под Бараныч познакомился с коллоритным таким старичком. Представился он мне дедом Степана. И добавил. Звучайный британский пенсионер. Ну, британский, но по-белорусски он шпарил так, что заслушаться может. Разговорились слово за словом. И выясняется, что дед Степан говорит мне, что оборонял Брестскую крепость от Гудериана. Думаю, опа! Спрашиваю, ну как там в 41-м? Действительно ли ебало офицеров? Поправляет мне дедушка. Говорит, не в 41-м, в 39-м. И дальше выясняется. Степан на тот момент 17-летний паренек. Перед началом Второй мировой войны активно участвовал в том числе в белорусском движении, арестовывался дефендивой, но по малой лестнице отпускался. Такой, скажем так, злобной Польши сажали за агитацию с 18 лет. 18 не было. Случилась война, напали фашисты. Не то, чтобы Степан на тот момент любил очень польское государство, но когда на твою страну нападают, надо идти защищать. Пошел в пункты сбора, записался в армию. Тоже достаточно интересно, что приписал себе год, а когда он уже отдел формулу, это все выяснилось. Гнать из армии его не стали, но отправили не на передовую, а отправили в Брест. В Брестской крепости на тот момент сосредотачились тыловые части, новобранцы, то есть, как говорится, те, кого на фронт отправлять было жалко. Но как бы там ни было, 12-го числа, 12-го сентября, Дед Степан уже, снова-таки на тот момент, все покопал и сооружал огневые точки на валах крепости. А через два дня, первый бой, с Адиней и Гудерианом вошли в город Брест, решили сходу взять крепость, обломились. Обламывались и четыре дня потом. Так продолжалось относительно недолго, то есть, шесть дней. Штурмовали, штурмовали, в конце концов, но немцы они жизни своих солдат берегут, отошли и начали просто утюжить форт, уже не всю крепость, да, а форт, начали утюжить артиллерии. Почему один форт, форт Сикорск? Склада дело в том, что основные части вышли из крепости, пошли на помощь осужденной варшаве. А защищаясь крепость, остался один батальон под командованием, как сказал Дед Степан, Пана Вацлава. И Степан в тот момент решил остаться со своим командиром, которого уважал до самой смерти. Ну, короче, остался Степан в форте Сикорского, заняли они, отбили несколько атак, сидели под артов стрелом. 22 число приходит в город Брест, части бравой Красной Армии. Ну, так получилось, что в тот момент против Польши воевало два государства, фашистская Германия и Советский Союз. Ну, в России не любят говорить что-то союзники, но, как бы там ни было, если на третью страну нападают два каких-то, я не знаю, как это так. И при этом они между собой не воюют, не знаю, как их по-другому назвать. В 10-тахах Северсуга находились в Брест-Нитовск и deutschen группы с тем, что они северо-русской формацией. Ну, как бы там ни было. Комбриг Кривошейн встречается с Гудерианом, пьют водочку, пино, коньяк, подписывают документы. После этого Красная Армия и Вермахт, тоже не союзники, проходят совместным парадом по улицам Брест-Кривости. Мне нравится слово парад, ради бога. Торжественным маршем. Немцы уходят из Бреста и говорят, ребята, ну, там в крепости заковыкатная есть. Солета, в отличие от немцев, жизни своих солдат не берегли. Они бросили сразу соединение на штурм. И так пять раз. Без результата. Подтянули танки, бросили на штурм. Без результата. Браво к колодельской атаке. Без результата. Начали снова тюжесть артиллерии и штурмовать их по перемену. В конце концов, защитники посмотрели, что свою задачу они выполнили. И командир батальона Васлов-Радишинский дает приказ на прорыв. 27 числа соединение вышло из крепости. Да, прорвалась и блокирована крепость. Это тоже еще одно отличие в защите крепости. То есть, первое, это было то, что все офицеры остались, то есть, никто не убежал из крепости. А второе, то, что вышли один раз в основные части и вышли второй раз. Вышли, вышли на восток, где Радишевский распустил свой батареон, который состоял как раз таки из белорусов. Сказал, что теперь идите по домам и ждите лучшей доли. Вот таким вот образом дед Степан оказался дома. Кстати, самого Радишевского скоро я НКВД арестовала, закончила жизнь в Катыни. Радишевскому ой, деду Степану чуть больше повезло. В лесной его не выдали. В 1939-м осенью его не арестовали. Его арестовали в 1940-м, когда началась коллективизация. Тоже попал он в ГУЛАГ, только чуть в Сибири уже за Урал. Тоже повезло, что не убили сразу. А дальше повезло еще раз. То есть, он дожил до момента, когда формировалась армия Андерса. Попал в первые роты, которые успели повоевать еще и с Румбалем в Северной Африке. Потом было Монтекасино, Анкона, то есть достаточно известные места, известные крупные битвы, штурм укрепрайонов фашистской Германии, в Италии. Так дед Степан закончил войну. При этом дед Степан, согласно российскому законодательству, не ветеран, и не боятся фашизма. Точно так же, как и борцы с фашизмом, защитники города Гродно 1939 года. Они участвовали в Второй мировой войне. Вторая мировая война, напомню, началась 1 сентября. А в середине, в конце сентября, город Гродно защищался. Город Гродно защищался в Красной Армии. Точно так же, как защищался город Коблин. Точно так же, как защищался город Плиц. Тоже нерегулярная армия, регулярная армия. Боевые части были на Западном фронте. Многим частям на Востоке давался приказ не вмешиваться, не воевать с Красной Армией, но местные люди решили по-другому. И вот тут подходим к такой вещи, как ветераны Второй мировой войны, борцы с фашизмом, ветераны Великатичем. Помню, что в России Вторая мировая война употребляется крайне редко. И вот интересно почему. Вроде бы Вторая мировой война это война с фашизмом. В России Великатичная война с фашизмом. Почему? Ларочка открывается просто. Есть такой очень интересный закон, сейчас минуточку я прочитаю точно, как он называется, дабы не быть голословным. Закон о ветеранах. Очень интересно. И второй закон, есть еще в России, называется об увековещении победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Закон о ветеранах. Ветеранах Великой Отечественной войны. Очень интересен тем, что в самом законе дается краткое описание кто такой ветеран Великой Отечественной войны, тоже с временными рамками 1941-1945 годов, а также участники подавления антисоветских выступлений в Западной Беларуси, в Западной Украине и в Трибалтике. То есть антисоветская партизанка послевоенного. И маленькая приписка. А также участникам Великой Отечественной войны относятся к лицам перечисленных в приложении 1. Вот о приложении 1 много кто не дочитывает. А зря. Открываю приложение 1, прошу прощения, сейчас снова буду цитировать. Итак, кто же участник Великой Отечественной войны? Это участники боевых действий в Испании. С этими понятно. Советско-польская война март-октябрь 2020 года. Опа. Война с Финляндией с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года. Опа. Это оказывается борцы с Вашистом. То есть война с Финляндией, та самая война, за которую Советский Союз вышвырнули из Лиги нации. Война с Японией, с этим понятно. Боевые операции по ликвидации басмачеста понятно. Боевые действия на озере Хасан понятно. Халкингун понятно. Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины, Западной Беларуси с 17 по 28 сентября 1939 года. То есть против Деда Степана воевали морцы с фашизмом. Боевые действия в Китае, в том числе 46, 47, 49 год и 50 год уже интересно. Правда? Какие там фашисты? Как вы забыли. И интересно участие, что лица, принимавшие участие в боевых действиях в Северной Корее. Скобочка, в территории Китая. Напомню, что Корейская война шла между Северной Кореей и Южной. Но на стороне Южной Кореи воевали войска ООН. То есть войска, которые были отправлены по решению Совета Безопасности ООН. Таким образом, борцы с фашизмом это те, кто стреляли в солдат ООН. Тоже интересно. Ну и дальше, естественно, что боевые действия в Венгрии 56-го года. Тоже оказывается, что восстание в Венгерской Республике это борьба с фашизмом. Ну и ладно, можно было бы спокойно относиться к специфике, скажем так, восприятия истории, если бы не второй закон, о котором я уже сказал. Об увековещении победы Советского народа Великой Отечественной войны 41-45-го года. Там, с одной стороны, запрет на действия организации, которые пытаются передергивать историю и так далее, и тому подобное. А также охрана памятника. Памятников Великой Отечественной войны. И вот тут вот интересно, что памятникам Великой Отечественной войны, цитаты из закона, относятся скульптурные, архитектурные и другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память о событиях об участниках и ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны. А теперь вспоминай, кто, что такое Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война участники штурма Брестской крепости 39-го года. Это 132-й батальон НКВД, который, да, в 39-м году защищал Брестскую крепость, а в 39-м году он обустроился в тюрьме на Брегинке. Это тоже, кстати, Брестская крепость. Политическая тюрьма. К слову, она выстояла в 41-м году, потому что ее немцы заняли достаточно быстро, в 10.05. 22 июня она была занята. Но ее потом советы почему-то взорвали при сооружительной марионе. Хотя она стояла на лоджике. Странно почему? Ну, варчик открывается просто. Оказывается, что эта тюрьма была политической и при советской власти. И очень интересно, что по спискам на вечер, по спискам проверки на вечер 21 июня в ней было 680 узников. А когда немцы заняли тюрьму, на вор вышло чуть больше двухсот. Остальные по советской стереографии погибли при штурме. Когда штурма кого не было. Ну, войска НКВД занимались, скажем так, решением проблем перенаселенности тюрьмы. Своими методами. А дальше, чтобы не было следов, тюрьму просто сравняли. А теперь представим такую маленькую ситуацию. К чему это все говорю. Купы, например, посольства Российской Федерации. Кусочек земли. Венгрии или где-то еще. И поставили память на путь под брестом Кривошеева. В Венгрии бравым солдатам 1956 года. И случай, если местное население возмутится, Россия поднимется очередной шум. Ай-яй-яй покусились на память у Великой Отечественной войны. Ведь память ветерана 1956 года, память тем, кто воевал против деда Степана в 1939-м, это память борцов с фашизмом. А кто борется против борцов с фашизмом? Правильно, фашист. Таким образом, по российской историографии, дед Степан, который воевал против Гудериана, против Своя Смитериана, против Скропеля, который штурмовал немецкие волы в Италии, он не играет с фашизмом. Из-за своей истории 32 года он немножко в другой стороне. Вот так, Господи. Знависим все. Учим историю, читаем первые статусы. Читаем законы. И, да, как любят говорить в России, очень внимательно и трепетно относимся к сохранности фронтов и резко реагируем на попытки их передерживать. Удачного времени! субтитры и отец Продолжение следует...